Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Мы продолжаем с вами делать прогнозы на матчи Чемпионата Мира 2022 года. На очереди у нас матч Швейцария против Камеруна. Швейцария заняла первое место в отборочной группе, в группе, между прочим, со сборной Италии, которая провалила потом уже вот матчи плей-офф и в итоге не попала на Чемпионат Мира. Но вот зато попала сборная Швейцарии, которая лично для меня очень интересно отыграла на последнем турнире, а именно на Евро 2020. Сборная Камеруна тоже хлещет своими талантами, особенно Шупамотинг в шикарной форме этот нападающий Баварии. По поводу команды заняли первое место в группе своей во втором отборочном раунде африканском и также в третьем раунде они обыграли Алжир и попали на групповую стадию турнира. Опасные моменты со стороны сборной Камеруна. Ну вот Ян Зомер, голкипер Баруси Мюнхен-Гладбах и Швейцарии отлично себя показывает. Именно благодаря, как мне кажется, этому игроку в сборной Швейцарии команда как раз и провела для себя отличный турнир Евро. Ну а вот такой момент и вот как раз Эрик Шупамотинг забивает на 39-й минуте и выводит сборную Камеруна вперед. Многие задавались вопросом, а будет ли этот нападающий также играть в сборной? Понятно, в клубе вокруг этого нападающего очень много классных игроков по исполнению. Ну вот у нас подходит к концу первый тайм и после перерыва счет 1-0 в поле сборной Камеруна. Так вот, как мы видим, Шупамотинг хоть и FIFA, но забивает, поэтому будем наблюдать за ним на чемпионате мира и возможно все-таки это получится и ему забить. Вот дубль ворота сборной Швейцарии, 65-я минута, Камерун увеличивает свое преимущество и делает это снова Шупамотинг. Вот. Замечательный игрок, который много, все задавались вопросом еще одним, почему его берут в топовой команде. Он в топовой команде, он и за ПСЖ поиграл, и за Баварию сейчас выступает. Ну вот, понятно, что можно пословицу сюда представить, раз в год и палка стреляет, но, знаете ли, очень даже хорошо. Вот так вот Швейцария забивает на 75-й минуте, уменьшает преимущество, забивает Фрюллер. Фрюллер, игрок Ноттингем Форреста, ну и неплохо. Все-таки какие-то шансы для сборной Швейцарии он сохранял для болельщиков. Ну и вот последняя атака Камеруна, которая интриги не преподнесла, победа Камеруна 2-1. На этом все, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол, это Жидан. До встречи, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok